Добрый вечер. Это новости на своем. Меня зовут Екатерина Сегеда. Вот главная тема. За что задержан? За угон автомобиля. В Ставрополе поймали банду похитителей. По какой преступной схеме они действовали? Они работают на полях и фермах. В Ставрополе сегодня чествовали тружеников сельского хозяйства. Джамиля Ибрагимова с праздничным репортажем. Большинство охотников Грачевского района в этом охотничьем сезоне придется остаться наблюдателями, зачехлив ружья, или заплатить за любимое хобби значительно больше. Почему? Ситуацией разбиралась Ирина Ивановская. Депутаты Думы Ставрополя одобрили кандидатуру нового прокурора региона. Должность может занять Александр Лоренц, который в настоящий момент первый заместитель прокурора Омской области. В заседании принял участие губернатор края Владимир Владимиров. Александра Лоренца представил заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин. Лоренц – уроженец Казахстана. В правоохранительных органах он работает уже 25 лет. За время службы зарекомендовал себя квалифицированным, грамотным юристом и инициативным руководителем. Обладает значительным практическим опытом, оперативен в решении практических вопросов прокурорского надзора. И именно такого человека мы старались подобрать для большого, сложного Ставропольского края. Кандидатуру Лоренца краевые депутаты поддержали единогласно. Спикер регионального парламента подписал соответствующее постановление. Документ отправят в Генпрокуратуру. Очень почетно быть представленным в качестве кандидата на должность прокурора края. Я планирую достаточно тесно взаимодействовать с Думой Ставропольского края и рассчитываю на поддержку депутатского корпуса. Я уверен, что конструктивное взаимодействие органов прокуратуры, органов законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления позволит эффективно решать поставленные задачи и работать во благо и в интересах Ставропольского края и его жителей. В свою очередь, экс-прокурор края Анатолий Богданчиков продолжит работу, но в другом регионе. На Ставрополе планируют обновить пять участков дорог. Давайте обратим внимание на видеостену. Итак, первый участок от трассы Кавказ до села Янкуль через Новый Бешпагир и до Грачевки. Далее участок Новоалександровск-Кропоткин, но, конечно же, в пределах Ставропольского края. Следующая часть дороги Есентуки-Суворовская. Также повезет автомобилистам, которые поедут по трассе Журавская, Благодарный, Кучерла-Красный-Маныч и заключительный отрезок Новопавловск-Курская-Моздок. Как сообщили в Краевом Мендоре, контракты с подрядчиками уже заключены. Работы планируют закончить до конца этого года. Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на Ставрополе. Животные погибли в селе Труновском в одном из сельхозпредприятий, сообщает Краевой МЧС. По предварительным данным, на территории фермы возник очаг заболевания африканская чума свиней. В настоящее время проводятся карантинные и противоэпидемические мероприятия, уточнили в ведомстве. Отмечается также, что специалисты принимают меры по локализации очага заболевания. Власти Ставрополя держат ситуацию под контролем. Подробный репортаж нашего корреспондента Ильи Захарова смотрите сегодня в новостях в 21.30. Против министра спорта Края Романа Маркова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии Следственного комитета, чиновник незаконно допустил одну из компаний к аукциону на приобретение спортинвентаря. Напомним, сейчас идет формирование нового состава Кабмина региона. И внимание к чистоте рядов повышенное. Глава Ставрополя Владимир Владимиров накануне подчеркнул, что члены нового правительства должны быть не только профессиональными сотрудниками, но и чистыми перед законом. После проверки налоговых деклараций было принято решение об увольнении двух чиновников. Это Илья Юрчишин, замминистра физической культуры и спорта Края, а также Андрей Олейников, заместитель министра сельского хозяйства региона. Оба предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе. Проверки сотрудников правительства, а также краевых ведомств и муниципалитетов продолжаются, сообщили в отделе по профилактике коррупционных правонарушений. Житель Предгорного района стал виновником ДТП. Ему присудили выплатить пострадавшей стороне почти 2 миллиона рублей материального ущерба. Но мужчина не торопился с этим. Взыскатели применяли к нему разные меры ограничений, но только арест грузовика МАН принес результат. Не желая терять постоянную работу, виновник расплатился по счетам. Другие происшествия в оперативной сводке. Страшная участь. 22-летний парень погиб в серьезной аварии в Ставрополе. Накануне вечером он ехал за рулем Гранта по улице Космонавтов. Его машина столкнулась с «Газелью». Ей управлял 35-летний мужчина. В итоге легковушку отбросила к столбу и перевернула на бок. Парень за рулем «Лады» скончался на месте. Второй участник ДТП сейчас в больнице. Пассажиров в «Газели» на момент аварии не было. Полицейские выясняют, кто виноват в этой трагедии. Десять томов об угоне. Полицейские Ставрополя задержали двух злоумышленников. Они действовали по четкой схеме. Искали в краевом центре подходящие под заранее приобретенные документы машины. Разбивали стекло и угоняли. После в арендованном гараже заметали следы. Меняли номера, вставляли стекла, изменяли комплектацию. А после продавали, либо сдавали на авторазбор. Общий ущерб потерпевшим больше миллиона семисот тысяч рублей. Расследование этого уголовного дела длилось больше года. Вина злоумышленников полностью доказана. Их судьбу решит суд. Вырастил уголовное дело. 57-летний житель Невиномыска серьезно занялся выращиванием конопли в своем огороде. Полицейские нашли у него почти 60 кустов запрещенного растения, а также емкости с марихуаной. Теперь ухаживать за саженцами мужчина больше не сможет. Против него возбудили уголовное дело, точку в котором поставят суд. Не по сценарию. Одна из кинокомпаний снимает сериал на Кавминводах. В Есентуках у съемочной группы украли личные вещи и реквизит. Полицейские вышли на след 40-летнего местного жителя. Мужчина воспользовался съемочным процессом и провернул кражу. А затем пытался все продать на улице. Общий ущерб 35 тысяч рублей. Часть похищенного нашли, вещи вернут владельцам. А против внепланового героя возбудили уголовное дело. А я напоминаю для тех, кто только что включил телевизор. Это новости на своем и вот что вас ждет во второй части. Они работают на полях и фермах. В Саврополе сегодня отчаствовали тружеников сельского хозяйства. Джамиля Ибрагимова с праздничным репортажем. Большинство охотников Грачевского района в этом охотничьем сезоне придется остаться наблюдателями, зачехлив ружья. Или заплатить за любимое хобби значительно больше. Почему? Ситуацией разбиралась Ирина Ивановская. Исправляя чужие ошибки, когда в Кисловодске восстановят барельеф Михаила Лермонтова. В Краевом Минсельхозе отметили сразу два хороших праздника. С одной стороны, в рамках Дня сельских женщин там чествовали дам, которые живут и работают в Ставропольских селах. С другой поздравляли тех, кто много лет трудится в сельском хозяйстве. Джамиля Ибрагимова собрала праздничный репортаж. Улыбчивая команда из сельских женщин спешит в Министерство сельского хозяйства. Вот так быть при параде, в платьях и костюмах – нечастая возможность. Но сегодня праздник, сегодня можно. Начинается он с культурной программы, с осмотра картин. Эти пейзажи с детства знакомы каждой сельской женщине. Вот на полях спеет подсолнечник, вот на Косогоре виднеется церквушка. Все это работы ставропольского художника. Это вот вид на Кавказский хребет, так же, как поле поспевших пшеницы. Вот такой вечер с Кавказским хребтом. А коня на скаку остановит? Женщинам в русских селениях и в 21 веке все по плечу. Они настоящие героини. За славой не гонятся, кумиров не создают. Лучше всех умеют хлопотать по хозяйству. Знаете, как корову правильно доить? Так мы ее продержали 20 лет. Знаю. Скажите, а огород у вас есть? Есть. Что вы выращиваете? Все. Помидоры, огурцы, картошку, капусту, свеклу. А еще они с легкостью отличают крокусы от герани, знают, когда пора сажать клубнику, а об их пирогах и ватрушках ходит слава. При всей своей значимости. Сельские женщины очень скромные. Ну, стараемся, как все, так и мы, сельские. Они занимаются общественными делами, поднимают родные села и никогда не жалуются. За такими женщинами мужчины, как за каменной стеной. Сельские женщины – это не слабый пол. Слабый пол – это милые доски. Поэтому мы точно не слабый пол. А какие вы? Мы, женщины, сильные, действительно, Арина Ивановна, очень сильные. Но даже у ставропольских сильных сельских женщин всегда найдется минутка на… Успеть самой накраситься и пойти на работу. Так она должна быть женщина. А моде тоже не забываете? Нет, не забываем. Труд женщины, которая работает на селе, не остается незамеченным. Каждый год лучших работниц со всего края приглашают в Ставрополь, чтобы подарить цветы, сказать много теплых слов и просто напомнить, что их ценят. Вы дарите нам достаток, вы дарите нам хлеб и соль. Поэтому еще раз вам низкий поклон, слова благодарности. Поздравления принимали и те, кто много лет проработал на земле и на фермах. Торжественное мероприятие в честь Дня работников сельского хозяйства. Не так важны медали и грамоты, как внимание. Сельское хозяйство в крае сегодня показывает серьезный рост. Мы в тройке лидеров по производству зерна и шерсти, четвертый в производстве скота и птицы. И, конечно, ничего этого не было бы без наших хлеборобов, животноводов, комбайнеров, агрономов. Джамиля Ибрагимова, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. В наши дни охота давно уже не способ выживания, а увлечение. А для некоторых даже многолетняя настоящая страсть, которую любителям пострелять придется либо отложить до следующего сезона, либо платить существенно дороже. Почему охотники из Грачевского района могут стать лишь сторонними наблюдателями своего хобби, выясняла Ирина Ивановская. С огоньком в деталях и от души. Обычно так охотники обсуждают разные нюансы своего страстного увлечения или рассказывают о трофеях. И это привычные разговоры в среде людей, для кого охота не просто хобби, а часть жизни. Большинство из них посвятили любимому занятию годы. 40 лет. Каждый год я хожу. Каждый год. Я живу этим. Собак держу. Я люблю просто это делать. Охотники Грачевского района ждали начала очередного сезона с предвкушением. Вовремя подали заявки в Минприроды края, чтобы получить разрешение на добычу пушного зверя в единственном общедоступном охотничьем угоде недалеко от дома, в своем районе. Но заветный документ получили лишь единицы. Ну, грубо говоря, ходило 30, около 40 человек. В этом году получили из этих людей 3 человека. Кого знаю с Александровской, обзванивал. Все тоже проиграли путевки. Никто не выиграл. Впрочем, у некоторых и с соседними районами не сложилось. Вот мы рядом границы. Почему у меня туда не съездить? У меня есть такая возможность, например. Понимаете? И приглашают ребят сюда. Давайте уедем сами. Но не там, не там. Не там, не там. Почему так? Не знаю. С учетом охотничьей нагрузки на Грачевский район выдали почти 300 разрешений. Заявок туда поступило вдвое больше, пояснили в Минприроды края. К слову, уже три года разрешения на добычу распределяются так. Если желающих меньше или столько же, сколько разрешений, то охотники получают путевки в порядке очередности. Если желающих больше, то проводят жеребьевку. В 2019-м она прошла в 11 из 30 общедоступных угодьях края. По результатам, возможность поохотиться по месту жительства в Грачевском районе получили около 30 местных жителей. Мы вообще, можно сказать, практически не попали на нашу территорию на охоту. Почему мы выпали? Почему? Ставрополь здесь, Федлоград здесь, там Невиномыс. Невиномыс. Почему-то здесь, а мы попало единицы. Остальным придется либо весь сезон с завистью наблюдать за коллегами-везунчиками, либо тратить больше, чем они могут себе позволить. Разрешение на охоту в общедоступных угодьях обходится в 650 рублей, а на закрепленных, тех, что находятся в аренде, платить придется больше. 4200 стоит путевка на зайца, на лесу. Разница есть и очень большая. Для нас этих пенсионеров, нам уже под 70 лет, мы всю жизнь охотники. Нам, для нас это накладно. Так как на каждый вид животных и каждое угодье заявки подаются отдельно и до определенной даты, выбор невелик, считают охотники. Получается, вынуждают просто всех брать путевки до частного лица. Не досталось путевки, я что, должен бракодивничать идти? Можно также надеяться на резервный список, уверены специалисты. Кроме того, за 10 дней до начала сезона будут выдавать оставшиеся разрешения в те угодья, где не проводилась жеребьевка. Еще вариант – подавать заявки на все возможные охотничьи угодья и ездить за 39 земель, куда повезет. Кстати, к этому сезону на добычу пушного зверя по краю принято около 10 тысяч заявок. Всего в крае больше 75 тысяч охотников. Один из самых главных принципов распределения – это равный доступ к ресурсам. Такого понятия, как район, охотников нет. У нас единый охотно-хозяйственный реестр – краевой. То есть все охотники края для нас одинаково важны. Одинаково важно их право. И поэтому охотник сам определяется, куда на охоту ему поехать. В свой, где он проживает, в закрепленный охотничь угодья, к общественной организации, коммерческой организации. Или поехать, например, куда-то подальше, в Курский район, или Левокумский, или Апансенковский. Тем не менее, люди задаются вопросом, почему у охотников нет преимущества на разрешение около дома. И даже предлагают возможные решения. Люди хотят просто, чтобы сделали не так, как разыгрывают путевки, что один человек понаписал на много районов. Чтобы сделали на каждый район отдельную оплату. И тогда, я думаю, будут путевки доставаться людям. А пока хмурые взгляды и грустные реплики охотников собирали Ирина Ивановская, Антон Красов и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. В Кисловодске на улице Дзержинского вырубают каштаны. Как пояснили в администрации города-курорта, деревья поражены молью. Поэтому идет замена больных насаждений. Жителям и гостям курорта не о чем волноваться, уверяют в мэрии. Вскоре вместо 80 каштанов высадят красный клён и липы. О других событиях из разных уголков края в нашем обзоре. В детской поликлинике Буденновска начался капремонт. В здании поменяют систему отопления и энергосбережения. Водопровод проведут отделку внутренних помещений. Вход оборудуют электрическими дверями и пандусом закупят новую мебель. Из краевого бюджета на это выделили порядка 34 миллионов рублей. Завершить работы планируют к Новому году. Отметим, что капитального ремонта в поликлинике не было с момента основания – около 40 лет. Похищенный вандалами из Национального парка в Кисловодске барельеф Михаила Лермонтова восстановят в 2020 году. Раньше сделать это, по словам специалистов, невозможно из-за сложности работы. Скульптурное изображение классика создает северо-осетинский скульптор Николай Ходов. Напомним, вандалы оторвали барельеф от стены архитектурного ансамбля в конце июля. Разрушителей ищет полиция. Арендатор провалил реставрацию дома с привидениями в Ставрополе. Старинное здание на Комсомольской 100 должны были привести в порядок уже к ноябрю этого года. На это у заключившего договор предпринимателя было ровно три года. Подрядчик огородил постройку забором, демонтировал несущие конструкции, оставив голую коробку фасада. Собственно, этим работа по восстановлению исторического памятника и закончилась. Через суд с арендатора удалось взыскать компенсацию в один миллион рублей. Теперь региональное миномущество рассчитывает обязать его продолжить ремонт здания. Во Дворце культуры и спорта Краевого центра 20 октября пройдет галоконцерт победителей отборочных туров конкурса фестиваля «Жить с мечтой». Напомним, одноименный благотворительный фонд получил президентский грант на проведение конкурса фестиваля среди детей и подростков от 5 до 18 лет по номинациям «Вокал», «Хореографическое искусство», «Игра на музыкальных инструментах». Основная цель – поддержка юных талантов, раскрытие их потенциала. Концерт начнется в полдень, вход бесплатный. Без этого продукта не обходится ни одно застолье. Говорят, что он всему голова. Неудивительно, что у него есть и свой праздник. В Ставрополе отметили Всемирный день хлеба. Как прошло народное гуляние, расскажет Яна Лукошкина. Выпечка собственного производства, музыка, шоу мыльных пузырей, подарки и веселые конкурсы. Так День хлеба отмечает компания «Магнит». Приглашает и радушно принимает всех гостей. Главная часть праздника – дегустация. На пробу Всем «Магнит» по своим уникальным рецептам приготовил караваи и сладкие пироги. Разлетелись они за считанные секунды. Очень вкусный каравай. Очень понравился. Наши караваи славятся тем, что они готовятся на настоящих заквасках. То есть все имеет чисто природное биологическое происхождение. Без красителей, без добавления каких-либо консервантов. Сеть «Магнит» славится хлебобулочными изделиями собственного производства. Всего их, кстати, более 400 видов. Свежие и вкусные они ежедневно ждут на прилавках своих покупателей. «Магнит» ежедневно радует наших покупателей ассортиментом, который составляет более полутора тысяч наименований. Это полуфабрикаты, это кулинарные изделия, это салаты, это хлебобулочные изделия. Это пирожки, хлеб, кулебяки, пироги сладкие, кондитерские изделия, торты, пирожные и так далее. В этот праздничный день «Магнит» радует не только своих покупателей, но и сотрудников, проработавших в компании более 10 лет. Светлана – одна из тех, чей многолетний труд отметили фирменным золотым значком. Я работаю уже 12-й год. Работа интересная, есть хорошая зарплата, полный социальный пакет. И, наверное, самое главное – это то, что отличный коллектив. В магазинах «Магнит», «Семейный» и «Гипермаркет. Магнит» фестиваль хлеба продолжится всю неделю. Это значит, у покупателей есть отличная возможность успеть продегустировать свежеиспеченные изделия из пекарен торговой сети. Яна Лукошкина, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Теперь подошло время для спортивного блока новостей. Здесь я передаю слово своему коллеге Сергею Надеевну. Подошло время, подошел. Сергей, здравствуйте. Слушаем тебя, Сереж. Спасибо. Баскетбольная «Ставропольчанка» открыла сезон в первом баскетбольном дивизионе гостевым матчем против новичка лиги Санкт-Петербургского «Спартака». Хозяйки площадки не по-дебютантски начали игру, достаточно уверенно. Первая четверть закончилась в их пользу, 14-13. А вот второй игровой отрезок прошел под диктовку «Ставропольчанки», которая довела разницу в счете до 7 очков. 30-23 в пользу нашей команды. Третья четверть тоже выдалась равная, а вот в заключительной «Ставропольчанку» словно подменили. За полторы минуты до окончания основного времени матча «Спартак» сравнял счет 57-57. Эти цифры горели на табло до самой сирены, что означало продолжение противостояния в овертайме. За 7 секунд до конца дополнительного отрезка на табло горел ничейный счет. Но тут тренер-хозяйка Олег Акцепетров заработал технический фолл за разговоры. Его уверенно реализовала Анастасия Боровых. Через 2 секунды Настя снова была точна с линии штрафных бросков после тактического фолла соперниц. В ответной атаке Наталья Букур дальним броском сравнять счет не смогла. Таким образом, первый официальный матч первенца России в первом дивизионе закончился со счетом 67-64 в пользу Ставропольчанки. Лучшими в составе нашей команды стали Виктория Кормышина с 13 и Анастасия Боровых с 12 набранными баллами. Вторая игра с этим же соперником начнется через 5 минут. О результате расскажу уже в завтрашнем выпуске новостей спорта. В Невиномыске в Ледовом дворце прошел открытый турнир по хоккею среди юношей 2006 года рождения и младше. Всего турнир собрал 100 юных спортсменов. Баталии на льду вели команды Альбатрос, Армавир, Ника Буденовск, Хаскин, Невиномыск, спортивная школа Олимпийского резерва номер 6 из Аксая и Динамо из Волгограда. По итогам упорной борьбы право называться победителем завоевали хоккеисты команды Динамо. Серебро у спортивной школы Олимпийского резерва номер 6 и бронза у хозяев турнира команды Хаскин. Вот они как раз на фото. Теперь давайте перейдем к инстаграмм спортсменов и клубов. Начнем с футбола. Ровно 12 лет назад сборная России по футболу одержала знаковую, можно сказать, легендарную победу в Лужниках над сборной Англией. Инстаграмм футбольного Динамо не применул об этом напомнить. Вот они разместили фотографию Романа Павлюченко. Ровно 12 лет одержали победу, обыграли Англию 2-1. Близкий нам Павлюченко оформил дубль. Да, Роман, наш земляк, отличился тогда. Было очень круто. А вратарь репатовского мотобольного колоса и сборной России Алексей Молодушка похвастался в инстаграмм получением значка мастера спорта международного класса. Поздравляем, Алексея. Страничка гонбольного Виктора поздравляет экс-капитана, легенду клуба Алексея Пшеничного с днем рождения. И делает это с помощью группы Би-2, которая поет любимую песню Борисыча, как называют именинника в клубе. Ну, мужик, с днем рождения! Счастья, любви, везения! Пускай круто меня заносит, душа чудо сейчас просит, чтобы Иркутская, чтобы... Мы присоединяемся к поздравлениям, Алексей. Удачи тебе теперь уже на тренерском поприще. Погоняй их там. У меня все о новостях спорта. Спасибо, Сереж. Слушай, посмотрела на девушек-баскетболистов. Хочу спросить у тебя, ты умеешь трехочковый забивать? И не только трехочковый. Первый юношеский, Катя. Первый юношеский. Как ты думаешь? Слушай, ну молодец. Молодец. Спасибо тебе. Пока. До свидания. Как всегда, напоследок мы подготовили еще одну интересную новость. Бабье лето порой преподносит сюрпризы. Так, например, в окрестностях Ставрополя зацвела яблоня. Вот такое по-настоящему весеннее фото опубликовали в соцсетях. Некоторые пользователи связали это с теплой октябрьской погодой. В начале недели температура воздуха в Ставрополе поднялась выше 22 градусов. Ботаники же, в свою очередь, предположили, что не все почки дерева раскрылись весной. Ну что ж, на такой теплой ноте и попрощаемся. Еще больше новостей на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много интересного. На этом пока все. Всего доброго и удачного вечера. Субтитры подогнал «Симон»